На ваших экранах программа День города в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! В ближайшие 15 минут мы расскажем вам о событиях минувшего дня. Главная тема на сегодня. Никто не забыт, ничто не забыто. На Скорбящинском мемориале прошло мероприятие в память о начале Великой Отечественной войны. Вторая жизнь полуторки. Рязанскому музею автомобильной техники передали поднятый со дна озера фронтовой автомобиль. Гонки без правил. Мотоциклист наехал на сотрудника ДПС. 22 июня 1941 года в 4 часа утра без объявления войны фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. Части Красной Армии были атакованы немецкими войсками на всем протяжении границы. Бомбардировкам подверглись Рига, Виндава, Лебава, Шауляй, Каунас, Вильнюс, Гродно, Лида, Брест, Бобруйск, Житомир, Киев, Севастополь и другие города. Железнодорожные узлы, аэродромы, военно-морские базы СССР. Осуществлялся артиллерийский обстрел пограничных укреплений и районов дислокации советских войск. Вблизи границы от Балтийского моря до Карпат. Началась Великая Отечественная война. Тогда еще никто не знал, что в историю человечества она войдет как самая кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испытания, пройти и победить. Избавить мир от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной Армии не дано сломить захватчикам. Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут известны всему миру. Что Сталинград станет символом стойкости наших людей, Ленинград – символом мужества, Брест – символом отваги. Что наравне с мужчинами-воинами землю от фашистской чумы геройски станут защищать старики, женщины и дети. Что нужно обществу, людям понять, как до этого дошли, и что здесь, чтобы это больше никогда не повторялось. Можно сказать, что главная тяжесть борьбы с Фашизой Германии вынесла наша страна, наши предки. Для меня это мой дед, он воевал, мой отец, он еще жив, он 27 года рождения ушел на фронт. Этот год рождения мы вызывали весной срок пятого, он ушел осенью срок четвертых добровольных, слава богу, жив. Хотя участников борьбы осталось совсем мало, вот если не ошибаюсь, участников войны сейчас в Рязани у нас где-то вообще в регионе около 1900, около 2000 осталось всего. И здесь сказать, вот даже понять, как не сломали немецкую машину, мы только удивляться. У нас обычно, вот даже в школе, причины неудачи Красной Армии в начальный период войны. В школе нужно знать, понимать, объяснить. Но вы знаете, вот меня как человека, не как ученик, как человека, не тесу до другое. Причины неудачи непонятно. Это объяснимо, к сожалению, часть из них это просто наши собственные достатки. Условно говоря, вот то, что каждый день мы недорабатываем по чуть-чуть, завтра доделаем. В момент, когда страшно, враг обрушится нашей границ, идет уничтожать, все это, к сожалению, всплывает. Как наши с вами родные и близкие могли сделать так, чтобы все завершилось 9 мая 1945 года? Вот вы вдумайтесь, немецкая культура, наука, техника, медицина, немецкие дороги, ну что там еще? Это все, это великое достижение мировой цивилизации, когда все эти великие достижения поставлены на службу человеко-экономической идеологии. Немцы были хорошие солдаты, умели воевать, имели отличная техника. И вот заметьте, все это хорошо, и в данный момент все было, шло на зло человечеству. И вот эту огромную силу, эту великолепную организованную, смазанную, знаете, как хорошую чисто, надо было ломать. Вот наши пятки ее сломали. Долго за это заплатили. Ежегодно в 4 часа утра на Скорбящинском мемориале в память о начале Великой Отечественной войны зажигаются свечи. Помнить, чтобы не допустить повторения страшных событий, задача каждого из нас. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим. Я вернусь, мама. Еще живы немногие из тех, кто с оружием в руках отстаивал свободу Родины и мир на планете. Ветеранов с каждым годом становится все меньше. А вот услышать о событиях тех страшных лет мы можем до сих пор. От людей, чье детство выпало на сороковые роковые. 22 июня. Обычный воскресный день. Более чем 200 миллионов граждан планируют, как провести свой выходной. Сходить в гости, сводить детей в зоопарк. Кто-то спешит на футбол, кто-то на свидание. Скоро они станут героями и жертвами войны. Убитыми и ранеными, солдатами и беженцами, блокадниками и узниками концлагерей. Партизанами, военнопленными, сиротами, инвалидами, победителями и ветеранами Великой Отечественной. Но никто из них пока об этом не знает. Лена из Ленинграда, Женя из Поволжи, приехавшая с родителями в Михайлов, Розы из Хмельницкой области, Коля, Саша, Галя. Сколько их таких! Юношей, девушек и детей, так и не успевших пойти в свой первый класс, встретить юность под мирным небом, отрезать столько хлеба, сколько хочется. Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Я помню папа, он же гражданскую воевал. И пришел, это, он в 17 лет бригадиром был, пришел в дом, коров пригнали, коров пригнали, коров загонял. Пришел, говорит, да, наверное, я с вами прощуся. Война, война. И ему повеска прям первым. Приемный пункт был в арских. Всю ночь не спали, сухарики сушили, мать дала, сало достала, носки ему двое, все положили в рюкзак. В учебниках истории почему-то не пишут, как в рязанских деревнях и селах заживо сжигали людей, ставили виселицы. А ведь в одном только Михайлове немцы в упор расстреливали мирных жителей из пулеметов. Я была в школе. Училась я, наверное, по-моему, в третьем классе. Да. И вот большая перемена. Нам в то время уже давали кусочек хлебушка черенкова и 10 этих изюбек. На большой перемене. Ну, мы съели завтрак, съели за парты, и вдруг начался громкость. Вроде было солнышко, так хорошо было. Ноябрь месяц. Почему я в ноябрь месяц запомнился? Потому что немец у нас был две недели только. Застрелили директора Рачатинской школы Милосердина. Мы бежали, а уже самолеты летят, бомбят. Ой, такая была неразбериха, а нам так было страшно. Одни на всех дырявые пальто и сапожки зимой, лебеда и печеная картошка летом, бесконечные снопы и окопы осенью. Это было голодное детство детей сороковых. И сколько бы не прошло лет с тех пор, они будут помнить каждый день, который забрала война. Автомобиль ГАЗ-АА, поднятый рязанскими водолазами, со дня Ладожского озера, передали в музей военной автомобильной техники. Фронтовой автомобиль Полуторка, перевозивший грузы по дороге жизни в дни блокады Ленинграда, дайверы из рязанского клуба Одиссея обнаружили на дне Ладожского озера 12 июня. Через двое суток водолазы подняли легендарную машину. Поиск шел по всей территории, где проходила дорога жизни. Примерные координаты машины рязанские поисковики получили от дайверов из питерского клуба «Веселый Роджер». У них же арендовали специальную баржу, с помощью которой поднимали Полуторку. «Пять месяцев Ленинград был связан с землей только вот этими машинами. 18 тысяч таких машин ленинградцы отремонтировали в осажденном городе и они спасали город. Они вывозили раненых, детей из-за предела оттуда привозили продовольствие и боеприпасы для осажденного города. В общем, сейчас представить трудно, но они 40 миллионов километров, водители проехали по Зимнему озеру и эту тысячу рейс вокруг земли провели». В момент обнаружения машина находилась на глубине около 6 метров и стояла на двух колесах на левом борту. Вначале водолазы, зацепив Полуторку, откопали колеса и борт от песка. На это ушло много времени. Затем дайверы поставили машину на 4 колеса и подняли ее из воды. На подъем ушло около 8 часов. Работу начинали в сумерках, как только установилась благоприятная погода, потому что штормы на Ладоге обычное дело. В лагерь вернулись около 5 часов утра. «Эта группа выехала уже на место. Они определили место, где она, эта машина, лежала. Делали пробные погружения. После этого родился план ее подъема. О нем уже Олег все не говорил. Ну, собственно, дальше прошли организационные мероприятия, связанные с покупкой определенного снаряжения. Нанималась специальная техника. И вот мы видим, что сегодня она здесь в Рязани. Машина оказалась в удивительно хорошем состоянии. Целы аккумулятор, рама, двигатель, покрышки. Сохранились доски кузова. Дайверы также нашли кабину полуторки. Но в момент подъема она рассыпалась. Пролежав в воде более 70 лет, кабина прогнила. Поднимать груду металла не было смысла. Недостающие фрагменты автомобиля, в том числе кабину полуторки, изготовят в реставрационном цеху. Мы в контакте с клубом уже давно, более года решали вопрос о том, что совместить нашу деятельность по увековечиванию памяти Великой Отечественной войны. Музей – это хранитель. И он должен хранить те вещи, которые принимали активное участие в годы Великой Отечественной войны. А они занимаются поисковой работой. И таким образом было принято решение поднять со дна полуторку, передать ее в музей, затем ее восстановить, чтобы она напоминала всем людям о тех страшных временах. Уникальный автомобиль планируется отреставрировать до ходового состояния ко дню Победы. И, возможно, уже в следующем году легендарная полуторка возглавит колонну на параде Победы в Рязани. Накануне вечером на улице Соборной мотоциклист сбил сотрудника ДПС. Инспектор заметил мотоциклиста на транспортном средстве без номеров. Хотел подойти, чтобы задержать, но тот резко начал движение и сбил гаишника. Сотрудник ГИБДД госпитализирован. Мотоцикл без номеров уверенно двигался по городу. Несмотря на погоню, водитель и не думал снижать скорость. Сейчас вот идем на Кремлевский вал поднимаемся. Инспектор ГИБДД, который заметил дерзкого гонщика на дороге, попытался остановить мотоциклиста, но тот не только проигнорировал требования сотрудника при исполнении, но и совершил наезд на него. В результате ДТП сотрудник полиции получил травмы головы и был госпитализирован. 24-летнего нарушителя тоже доставили в больницу с вывихом плеча. Для установления обстоятельств по данному факту назначена служебная проверка. Отдрюху высыпай в школу. Сами вызовут, гаишники вызовут. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Если будет установлено, что водитель умышленно наехал на полицейского, то за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов хулиган может провести в колонии до 5 лет. В межрайонном регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД города Рязани с сотрудниками полиции был проведен экзамен на право управления транспортными средствами по новым требованиям. Новые административные регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений вступают в силу 1 сентября 2016 года. Первыми испытания, организованные по требованию нового регламента, прошли сотрудники рязанских регистрационно-экзаменационных подразделений. Теория, практика на автодроме, маневрирование, кто как не полицейский должны лучше всего справляться с такими задачами, когда на счету каждая минута. Никогда не знаешь, чем обернется очередной день змейкой по извилистой дороге или крутым поворотом. Упражнения выполнялись на пассажирском автобусе, это категория D. Новый регламент внес изменения и в порядок сдачи теоретического экзамена. Одна или две ошибки в разных тематических блоках дают возможность ответа на дополнительные пять и десять вопросов соответственно. В практической части при выполнении маневрирования в ограниченном пространстве из трех элементов обязательными для выполнения являются два, а не определяются экзаменатором. В настоящее время проводится мероприятие по отработке новых элементов и их сдачи. Новые требования изменили существующие и добавили новые испытательные упражнения, определили временные ограничения не менее 20 минут на их выполнение, скорректировали перечень ошибок при проведении практического экзамена в условиях дорожного движения не станет камнем преткновения и коробкой передач. Это все новости прошедшего дня. Мы прощаемся с вами до завтра. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин